Просматривая рекомендации по лечению различных заболеваний, обратил внимание на то, что все необходимые условия их приема часто не прописаны. А очень важный момент. Чем запивать таблетки? От этого зависит окончательный результат. И в этом видео вы узнаете, как правильно принимать таблетки. И не только те, что прописаны в названии видео. Потому как, если вы еще не все знаете про здоровый образ жизни, а большинство считает, что достаточно просто не пить алкоголь и не курить, то со временем проявится произвольный набор из примерно 30 тысяч известных на сегодня заболеваний. И возникает такая необходимость принимать различные таблетки. А также чем их запивать? Если вы живете в мегаполисе, промышленном центре, либо просто вне экологически чистого региона, ведете, может быть, при этом еще и активный образ жизни, скорость развития заболеваний только возрастает, И в среднем это 4-5 новых заболеваний каждые 5 лет в жизни. Стартуя с возраста в 30 лет. Это не такой уж преклонный возраст, в котором многие болезни стартуют, не спрашивая вас. Если вы с таким количеством болезней пока не знакомы, вы просто чаще всего плохо обследованы. Если вы не знаете, как правильно проводить очищение своего организма в режиме реального времени, то в таких условиях необходимость принимать различные медикаменты может возникнуть в любое время и до 30 лет, вне зависимости от вашей личной оценки исходного уровня своего здоровья, на который указывают те или иные заболевания. И очень важно, принимая медикаменты, не способствовать развитию новых заболеваний, примеряя к себе список побочных явлений, которые так часто прописаны. Когда ваш организм переполнен токсинами, и только небольшая часть из них добралась до тучных клеток, развивается аллергическая реакция. Они сегодня ох как нередки среди всех заболеваний. Не лечить нельзя. Можно просто быстро умереть. А современная медицина лишь сопровождает ваш организм. Более того, вместе с медикаментами, вместо очищения организма, дает новые порции токсинов. Но об этом чуть позже в этом видео. Когда токсины выделяются в составе пищеварительных соков, у кого-то развивается гастрит, либо гастрододени, у кого-то язва в желудке, либо в двенадцатиперстной кишке, у кого-то панкреатит, либо холецистит, у кого-то проявляется это запором, либо поносом, у кого-то возникает одна проблема из вышеперечисленных, у кого-то их может быть несколько. Эти болезни отражают вялую попытку вашего организма очистить кровь. Но далеко, к сожалению, не самым приятным для вас способом. И пока вы не очистите свой организм, обострения будут постоянными спутниками вашей жизни, нарушая как минимум ее качество. Хронические перечисленные воспалительные процессы есть у многих. Обостряются они у избранных, у тех, у кого организм пытается очиститься. Когда в таких экологических условиях еще и снижается иммунитет, как минимум поднимают голову микробы и вирусы, количество которых в организме человека превышает в 10 раз количество ваших собственных клеток. Или опаснее становится встреча с пока еще незнакомыми вам вирусами, бактериями, грибами. И возникает необходимость принимать антибиотики. Чуть позже в этом видео вы узнаете, как правильно принимать антибиотики. Чтобы чуть не самым быстрым способом не попасть в почечную недостаточность, которая лечится очень плохо. А чаще всего просто сопровождается гемодиализом. Пожизненным и постоянным. Если вы стремитесь вести активный образ жизни, либо в плохом состоянии находится сердечно-сосудистая система, часто для снижения вязкости крови назначают аспирин. Лечебный эффект от которого в огромной мере зависит от некоторых свойств воды. Не зная которой, многие напрасно ждут. И часто в ожидании, так будет лечебный эффект или нет, теряют не только здоровье. В любом случае, а в этом видео будут и другие опасности, связанные с приемом таблеток. Очень важно знать, какой водой, кислой, щелочной, либо нейтральной, следует запивать таблетки. И насколько подходит вам чай, либо кофе, чтобы получить все-таки максимальный лечебный эффект и минимальные побочные действия. Иначе, чем запивать таблетки? Вас интересует результат выздоровления? Или, собственно, процесс? Собственно, прием таблеток? От вашего решения зависят ваши дальнейшие действия. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, насколько вода из-под крана, либо после фильтра, подходит для запивания медикаментов. Вы также узнаете, какой водой следует запивать некоторые медикаменты. И в какой мере современные продукты питания влияют на действия медикаментов. И как этот негатив уменьшить, чтобы вы получили пользу. Так, насколько вода из-под крана, либо после фильтра, подходит для запивания медикаментов? Ну, что нам говорит ГОСТ или ДСТУ? Вода питьевая может иметь PH от 6,5, то есть слабокислая, до 8,5, щелочная. У вас из крана может идти вода с любым PH из этого диапазона. Кислая, нейтральная, либо щелочная. Если это касается просто приготовления продуктов питания, либо использования воды просто для питья, ну, это имеет значение для вашего здоровья. Да, оно влияет на ваш уровень здоровья, но не так кардинально. А вот когда принимаются медикаменты, это и может иметь жизненно важное значение. Просто активные действующие вещества, препараты, могут существенно изменять свою активность при контакте с водой. Вернее, как минимум с содержащимися в ней кислотами, либо щелочами. А как максимум, еще и с неорганическими солями. И пока вы будете ожидать лечебный эффект, вместо него могут проявиться осложнения. Поэтому в значительное количество случаев PH воды нужно не просто учитывать, а хорошо контролировать. Основных вариантов, в принципе, несколько. Можно запивать медикаменты подкисленной, либо щелоченной водой. Ну, сомнительного состава просто есть под кран. Вы просто добавляете пищевую соду, либо уксус. Но лучше предварительно все-таки ее очистив. Хлор, пестициды, микотоксины, микробы, вирусы. Ну, далеко не самое лучшее в профилактике. А тем более в лечении. Потому как могут внести свои сюрпризы в этот процесс, и сделать его более таким интересным. С сомнительным результатом. Поэтому лучше предварительно очистить воду с помощью фильтра, который может одновременно изменить ИПХ воды до нужного вам качества. Какой же водой следует запивать некоторые медикаменты? Ну, ферментные препараты. Если вы не знаете, как правильно питаться, о таких видео на моем канале десятки, нарушения работы пищеварительной системы могут возникать в любое время. Особенно при хроническом гастрите, панкреатите, ну и других заболеваниях пищеварительной системы, о которых я уже сказал ранее. Препараты часто покрыты кислотоустойчивой оболочкой, которая при сниженной кислотности желудочного сока, особенно у людей пожилого возраста, может разрушиться уже в желудке. Результат нарушения пищеварения со вздутием живота. Можно было бы, конечно, и проигнорировать, с кем такое не случается. Но банальное вздутие живота это проблема и на сейчас, и на перспективу. Сейчас это ограничение подвижности диафрагмы, из-за которого резко ухудшается состояние сердца и сосудов. Идет обострение не только ветосуистой дистонии либо гипертонической болезни, а также и шемической болезни сердца. А частота инфарктов в диапазоне от 20 до 50 лет возрастает в 100 раз. И банальное вздутие живота может достаточно быстро и очень плохо закончиться. Скорая помощь может не успеть в данном случае. Что дают такие особенности приема ферментных препаратов на перспективу? Ускоренное развитие, как минимум, обмена дистрофических заболеваний суставов. Простатита, либо мастопатия в зависимости от вашего пола. Дисбактериоз кишечника это как просто бесплатное приложение. Поэтому ферментные препараты, пока вы не наладите себе правильное питание, запивайте только кислой водой. Просто для подстраховки. И обязательно досмотрите это видео до конца. Вы узнаете, в каких условиях даже полностью переваренные продукты питания все-таки могут вам навредить в лечении. Это очень серьезный момент. Антибиотики. Необходимость принимать антибиотики может возникнуть у любого человека. В любом возрасте, вне зависимости от пола, в любое время года, и вне зависимости от образа жизни, который человек ведет. Просто отменить встречу с новым для вас микробом или вирусом просто нереально. Вот предупредить обострение имеющейся инфекции возможно. На это может повлиять образ жизни. Но! Если антибиотики принимать жизненно важно, просто чтобы не дойти до сепсиса, или по-другому заражение кровью, это нужно делать правильно. Чтобы увеличить эффективность их применения. И предупредить смерть микробов над вашим врачом, который не знал, какие условия вам посоветовать, чтобы реально действие антибиотиков было максимально именно антибактериальное или антивирусное. А не активный эффект влияния на ваш организм, на вашу иммунную систему минимальным. И чтобы одновременно не нарушить работу почек, большинство антибиотиков необходимо для этого принимать либо перед едой, либо между приемами пищи. Принципиально для большинства не попасть в желудок с едой. Хотите узнать, как реально узнать, когда желудок пуст? Посмотрите мое видео, как правильно пить воду после еды. Там много интересной информации. И запивать антибиотики нужно только щелочной водой. Как вы понимаете, щелочная вода нарушает процесс пищеварения. Поэтому ни во время еды, ни сразу после еды антибиотики лучше не принимать. А также необходимо обильное щелочное питье на протяжении дня. Иначе кроме отсутствия антибактериального эффекта, а в эру до антибиотиков напомню, что это была самая частая причина смерти, и за всю историю человечества от различных инфекций погибло значительно больше людей, чем войны. Поэтому щелочное питье не только увеличит эффективность приема антибиотиков, но и защитит ваши почки. Потому как в щелочных условиях антибиотик выходит, как правило, легко, не образуются камни почков, и соответственно не появляется пилонефрит, и следующая за этим почечная недостаточность. Это достаточно грозное заболевание. Понимая, что оно может возникнуть при неправильном приеме антибиотиков, мотивация все-таки пить антибиотики. Правильно. Про биотики. Эти препараты улучшают состав кишечной микрофлоры, которая могла пострадать как после курса антибиотиков, так и при приеме других препаратов, а также при несбалансированном питании. Когда вы за свой собственный счет раскармливаете в кишечнике микробов и сокращаете свою продолжительность жизни примерно на 30%. А чтобы полезные микроорганизмы быстрее попали в более благоприятные условия тонкого кишечника, лучше запивать нейтральной либо кислой водой и принимать также лучше перед едой, пока они быстрее окажутся в более благоприятных для них условиях. Желчегонные препараты. Работа печени по очищению крови это выработка желчи. И помощь в этом нужна многим. Желчегонные также лучше принимать перед едой, запивая небольшим количеством щелочной воды. Щелочная вода не только улучшает качество желчи, но увеличивает ее образование. Желч делается более щелочной. А это, напомню, самый сильный антибиотик вашего организма. После кислоты желудочного сока в этих условиях погибают практически все патогенные бактерии и в норме двенадцатиперстная кишка стерильно. Правильная стимуляция выработки желчи одновременно улучшает и очищение крови вашего организма от холестеринов, канцерогенов, токсинов и лучше подавляется патогенная микрофлора в кишечнике. Что очень важно не только при лечении заболеваний печени желчного пузыря и всей желчеводелительной системы в целом, но и при лечении дисбактериоза кишечника как минимум. Важно только не переусердствовать при наличии собственно заболеваний печени типа жировой гепатоз, гепатит либо стеатогепатит любого происхождения. Чтобы такой чрезмерной активации работы печени не добить собственно печени, заставлять хромого бегать, надолго ли вашей печени хватит? Тут важно тоже понимать где польза, а где вред. Препараты железа. Если есть анемия, то плохо не только сегодня. Вершина айсберга снижается физическая, умственная работоспособность, падает иммунитет, легче обостряются бактериальные и вирусные инфекции. Но это видно, это лечится, это сопровождается. И принимая препараты железа, вы эти ситуации можете в конце концов завершить в свою сторону. Но падают иммунитеты по отношению к онкологии. Поэтому очень часто после анемии вам нужно заниматься еще и этой ситуацией. Искать, а не появилось ли где-то, не зародился ли где-то онкопроцесс. Поэтому с лечением анемии не стоит затягивать. препараты железа нужны. Чаще нужны людям пожилого возраста. А просто железо, особенно при сниженной кислотности желудочного сока, плохо усваивается. Часто нужны детям. Листные паразитарные инвазии приводят к дефициту железа. Часто нужны женщинам. Физиологическая кровопотеря к этой ситуации приводит. И препараты принимать нужно, запивая кислой водой. В этих условиях железо лучше усваивается. Быстрее решается анемия. Но нужно искать причину анемии и бороться с ней, устранять ее. И нужно потом заниматься укреплением вашего иммунитета. Чтобы не прозевать более серьезную патологию. Препараты кальция. Они могут понадобиться и детям, и людям пожилого возраста, людям с заболеваниями суставов, а также когда на суставы преподают не совсем физиологические нагрузки. Например, при регулярных занятиях спортом, фитнесом, бодибилдингом, также тяжелым физическим трудом, а также после травм, переломов, при склонности к остеопорозу, либо при лечении остеопороза, при беременности, либо при кормлении грудью, а лучше еще и при подготовке к беременности. Причем их нужно запивать только щелочной водой. Кислая вода может образовывать в кишечнике нерастворимые комплексы, а также принимать перед едой, в которой присутствуют обязательно жиры. Ведь основной путь переноса кальция в кровь в комплексе с желчными кислотами, а это опять-таки работа печени. Ведь переносчик кальция желчной кислоты точно появляется в кишечнике при попадании в него жиров. А это уже относится к необходимости создать правильное питание своему организму. Потому как при наличии в рационе щавелевой кислоты препараты кальция вместо появления их костной ткани могут способствовать образованию оксалатов кальция в почках. А напомню мочекаменная болезнь это номер один по пиелонефриту, а пиелонефрит номер один по почной недостаточности. И неправильно применяя препараты кальция можно пойти этим путем. Далеко не самым лучшим для вашего здоровья. Препараты этой сжоги такое симптоматическое лечение чаще может понадобиться мужчинам. Просто секреция желудочного сока у мужчин значительно выше, чем у женщин. Однако оно не должно стать постоянным явлением. Подавление кислотности желудочного сока это путь через атрофический астрит в рак желудка. И не имеет значения какое средство вызвало поражение желудка. Препарат от изжоги либо банальная пищевая сода. А также такие средства могут понадобиться при избыточном весе. Однако и в этом случае лечение симптоматическое. При снижении веса, как правило, самостоятельно исчезает грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. А вместе с нею исчезает изжога. Без дополнительного лечения. препараты от изжоги содержат щелочи. Поэтому следует запивать только щелочной либо нейтральной водой. Щелочная усиливает действие, а нейтральная не изменяет. Кислые нейтрализуют щелочи и снижают эффективность приема. А смысл было их принимать в этом случае. Антигистаминные препараты это также симптоматическое лечение, показывающее степень насыщения вашего организма токсинами и аллергенами. Вернее перенасыщение. А во время лечения организм еще и препаратами насыщается. И перспектива вылечить аллергию понятна даже ребенку. Вместе с тем пока вы находитесь на стадии лечения аллергии средства для лечения аллергии необходимо запивать только щелочной водой. Кислая вода снижает лечебный эффект в два раза. Это тоже не мелко. И пока вы будете ожидать эффект от антигистаминных повышается риск самых грозных осложнений аллергии. Анафилактический шок либо отек квинкель могут возникнуть по собственному желанию и в любое время в вашем организме. Вместе с тем чтобы побороться с аллергией понятно нужно просто правильно провести очищение своего организма. Улучшить работу как как максимум двух. Ведь практически все люди находятся в одинаковых условиях. Аллергены есть в быту связаны с шерстью животных с бытовой пылью с пылью книжной другие аллергены есть. Аллергены находятся на свежем воздухе связаны с цветением поочередным тех или иных растений. Все люди с ними контактируют так или иначе. но аллергия возникает и показывает тех людей у кого в организме не самые лучшие экологические условия. И для выведения из этой аллергии из любого вида важно просто правильно проводить очищение организма. Тогда и проявления аллергии будут менее выражены а возможно и реже. Поливитаминные препараты препараты сложно сказать. Их сегодня признают препаратами с недоказанной клинической эффективностью. Тем более что их легко заменяет просто правильное питание. Но если вы хотите их попринимать тогда чаще пьют во время приема пищи. И лучше запивать либо кислой водой либо соками кислого либо кисло-сладкого вкуса. А вот отхаркивающие сердечные гликозиды препараты для снижения артериального давления и уровня холестерина в крови нужно запивать исключительно щелочной водой. В противном случае не просто в пустую потраченные усилия деньги но и обманутые ожидания. Одно дело если вы ожидаете отхаркивающий эффект либо снижения уровня холестерина в крови а совершенно иное не понимаете почему не снижается артериальное давление или не работает как вам необходимо было бы сердце. Хотя в каждом случае самая безобидная в начале ситуация в любой момент может стать опасной для жизни который очень важный фактор фактор времени и важно вовремя все сделать и вот это самое время не упустить. Ацетилсалициловая кислота в лечении и не только используется очень часто и содержащие ее препараты следует запивать только нейтральной водой. Если запивать кислой водой и от разложения солициловой кислоты на обладающую консервирующими свойствами бензойную кислоту. Да в таком случае ее очень хорошо используют при изготовлении домашней консервации такое видео на моем канале есть вы можете посмотреть как и сделать правильно консервацию и как ее правильно использовать. Но если принимается внутрь если это происходит в желудке то повышается риск язвы желудка ну и смертельного кровотечения вот если запивать щелочной водой возможно выработка соляной кислоты на щелочь и нейтрализация препарата выше описанной схеме которую я указал поэтому лучше запивать исключительно нейтральной водой в любом случае если не снижена вязкость крови резко повышается либо более длительное время сохраняется кардиологический риск риск инфаркта либо инсульта тромбоза сосудов либо тромбоэмболии впоследствии отсутствие жаропонижающего эффекта на таком фоне безусловно просто мелочь но вязкость крови нужно контролировать правильно безусловно нужно это делать если есть кардиологические заболевания желательно это делать если вы занимаетесь тяжелым физическим трудом либо большим любительским спортом в любых его проявлениях от язкости крови зависит нагрузка на мотор и результат спорте либо легкость выполнения физического труда либо продолжительной жизни больного сердечно-сосудистыми заболеваниями в любом случае это очень важно учитывать если уж вы принимаете такой препарат как ацетилсалициловая кислота часть людей считает что можно запивать чаем либо кофе да эти напитки достаточно распространены всегда практически есть под рукой но не следует этого делать по нескольким причинам с одной стороны и чай и кофе содержат щавелевую кислоту а это ставит под сомнение полноценное усвоение хотя бы кальция а также возможны реакции с препаратами от изжоги кофе а особенно чай содержат достаточно много кофеина который усиливает дезинтоксикационную функцию печени а это значит что более значительная доля попавших в кровь медикаментов будет разрушена в печени которые активнее будут развиваться явления гепатита либо жирового гепатоза и все-таки при частом использовании медикаментов вероятность гепатита так называемого медикаментозного стеатогепатита она очень высока и сочетанное применение препаратов и кофеин содержащих напитков может эту вероятность резко увеличить ну если запивать нужно а запивать нечем ну тогда запивайте кофе во-первых в нем меньше кофеина значит большая доля препаратов все-таки попадет в кровь пройдет печеночный барьер и будет оказывать лечебный эффект во-вторых в чае есть еще и дубильные вещества образующие устойчивое соединение со многими препаратами особенно кардиологической группы и пока вы будете ожидать лечебный эффект от препарата эти вещества будут активно удерживаться дубильными веществами в кишечнике и вместо лечебного эффекта у вас останутся только пустые надежды вы думали что плохо действует препарат а оказывается вы его просто нейтрализовали оказавшимся под руками напитком это также важно учитывать если вы хотите запивать таблетки минеральной водой обязательно обратите внимание на ее PH только в соответствии с которым возможно использование а также на минерализацию чем она меньше тем лучше будут усваиваться и быстрее будут усваиваться применяемые вами препараты запивать вот сладкими водами не советую в их изготовлении часто используются различные химические вещества влияющие на цвет вкус аромат сочетанные действия которых с медпрепаратами очень сложно предсказать и никто еще насколько я знаю пока не испытывал не исследовал слишком много разных напитков есть и слишком активно развивается рынок медпрепаратов поэтому это зона такая непонятная а в темные игры лучше не играть а вот если это газированные напитки значит они имеют кислую PH и для запивания многих препаратов также непригодны во всяком случае до тех пор пока углекислый газ еще выделяется ведь напитки углекислый газ растворенный в воде это угольная кислота а значит такая вода кислая запивать молоком также не советую большинство раздражающих желудок препаратов уже давно облачили либо в оболочку либо запаковали в капсулу и пока молоко будет находиться в желудке и там перевариваться достаточно долго переваривается около 3-3,5 часов вы будете ждать лечебный эффект который может наступить в некоторых случаях достаточно поздно поэтому молоком раньше запивали некоторые препараты раздражающие желудок но если это не скорая помощь если вам не требуется немедленное действие сейчас так же можно но опять-таки учитывая этот критерий скорость развития эффекта это важно знать как бы там ни было но лечение нужно проводить правильно и очень сложно когда назначаются несколько препаратов одновременно они могут вступить в конфликт не только с водой требуя разный паш и химический состав но и друг с другом но это уже вопрос не к врачу а к химику или обращение к здравому смыслу часто препараты пьют на всякий случай а случаи то бывают разные но о том как относиться почему такая ситуация происходит и что такое золотой стандарт лечения который не всегда оказывается золотым вы узнаете чуть чуть позже в какой же мере современные продукты питания влияют на действие медикаментов ну что такое современные продукты питания в прямом смысле слова это высокотехнологические продукты и чтобы угодить вам продукты становятся ярче ароматнее вкуснее дольше хранятся в холодильнике и далеко не всегда за счет пряности и приправ чаще за счет синтетических добавок с приставкой Е и следующие за ними три цифры от количества и соотношения которых зависит влияние на ваше здоровье а вот в случае необходимости не только правильно питаться но еще и полечиться окончательный результат лечения становится еще менее прогнозируемым но это видимая часть айсберга вопрос что набирают современные продукты питания из грунта он без конкретного ответа и несущественно как выращиваются эти самые продукты питания даже с применением экологически чистых технологий продукты питания сомнительного состава что накопил грунт ранее в себе а также какие сюрпризы попали с осадками либо принесены ветром в процессе выращивания это сложно предсказать а еще сложнее контролировать современному врачу очень легко лечить и в такой же мере очень сложно вылечить лавливайте разницу между этими двумя глаголами она небольшая по написанию но существенная по содержанию просто современные схемы лечения или по-модному золотые стандарты в лечении это далеко не один препарат это как правило несколько препаратов с разными условиями их приема я в этом видео рассказал только один фактор чем запивать препараты те или иные это имеет большое значение чтобы получить лечебный эффект а нужно еще и рацион питания контролировать я об этом тоже вам сказал ведь современными продуктами питания в ваш организм мог попасть и другие активные химические вещества которые активно изменяли цвет вкус аромат продолжали время хранения продуктов питания еще какие-то свойства сообщали современным продуктам питания они были классные в употреблении но эти активные химические вещества вне лечения подтачивают ваше здоровье а в процессе лечения могут активно мешать излечению и очень сложно в таких условиях ожидать положительный результат от лечения во всяком случае в отдаленной перспективе да, симптоматическими средствами можно решить какие-то локальные задачи сегодня на сегодня и очень сложно создать крепкий уровень здоровья и на перспективу и как минимум медикаментозный стеатогепатит в данном случае легко и просто развивается правда у современного врача есть очень надежный щит все претензии к схеме лечения к золотому стандарту алгоритм лечения современного врача выставлен в диагноз и по нему применяется золотой стандарт лечения и врач великолепно защищен его защита снижается если он начинает думать не о себе, а о вас когда он начинает в этом стандарте менять какие-то компоненты что-то убрать что-то добавить в этом случае да, у вас есть формальный повод сказать доктор, ты не прав ты вредил моему здоровью мне нужен был золотой стандарт лечения но этот золотой стандарт лечения работал бы в том случае если у вас один диагноз а их, как правило несколько активных и какие-то еще в запасе в состоянии ремиссии вот разработать золотой стандарт лечения на все случаи жизни нереально 30 тысяч диагнозов только по одному и любые произвольные комбинации и в этом случае у вас счета нет вы фактически вынуждены участвовать в медицинском эксперименте а получится или не получится решить локальную задачу уж не говоря о перспективе ну и частично расплачиваться своим здоровьем поэтому на мой взгляд значительно лучше заниматься активной профилактикой либо активно заниматься профилактикой на эту тему на моем канале сотни видео значительно сложнее заменить синтетические препараты лекарственными травами они требуют индивидуального подбора под тот самый уникальный набор болезней которые вы уже приобрели и пока вы думаете какие перспективы вносить в свое лечение либо кому эта информация из этого видео также будет полезной я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете поставить все-таки лайк на это видео или не поставить я его буду заканчивать и подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале до новых встреч